Он может пройти около 20 километров, без рогов. Он мог бы приехать в Красноярск на автовозе, но пятеро красноярцев собственными руками собрали его здесь, на месте. Корпус белорусский, запчасти из разных городов России. Получился пилотный образец первого красноярского троллейбуса. И хотя настоящая линия сборки еще не запущена, мастера говорят, уже есть чем гордиться. Внесли свою лепту, так сказать. Можно будет потом все равно уже рассказывать, что мы это сделали. А нам еще нужны троллейбусы в Красноярске? Почему? Ну, учитывая загадованность нашего города, да, нам надо такой транспорт. Идею организовать у нас сборку электротранспорта принесли бизнесмены. Власти города и края согласились. А ведь линия может принести и рабочие места, и прибыль. А главное, сами машины будут обходиться бюджету существенно дешевле. Хотя бы потому, что их не придется везти через всю страну. Электротранспорт, он же весь своим ходом ходить не может по стране. Он транспортируется. И с учетом того, что очень много делается в России, то есть для нас это проще. По основным своим характеристикам, эта машина не уступает тем, что мы приобрели. Учитывая то, что ставка на электротранспорт является явным приоритетом города Красноярска, я думаю, что и вот это изделие будет у нас востребовано. В ближайшее время предприниматели определятся, какого размера мощности они смогут развернуть. Первый троллейбус собирали три месяца. Когда все будет автоматизировано, сборка станет, что называется, делом техники. И пойдет гораздо быстрее. Екатерина Соколова, Анна Гейнце, Новости Прима. Продолжение следует...